как и обещали показываем и рассказываем отдельные новинки от компании кершу я их даже вот коробочки в ряд сложил чтобы не путаться по порядку и много у них что-то схожего что они новинки у них практически всех моделей одинаковая железка ну и чем они отличаются конечно же расскажем поскольку такие модели есть первая модель и клеим это модель достаточно простенькая и она похожа на очень многие модели от компании кершу безусловно все как и все модели она с ассистом выстреливает по форме что-то между дроп-поинтом из перпоинтом вот так вот можно да он ближе к дроп-поинту но вот деликатное острие вогнутые спуски железка конечно же 8 chrome 13 молебден ванадии мы и до нечаянно аккуратная клипса кстати соотносительно глубокой посадкой я прошу прощения и очень врезучая на кармане без какого-то без смены местоположения две аккуратные банки подробные характеристики будут уже по ссылке на каждый нож дадим каждый по мере взвесим и там будут куда более точные показатели прошу прощения за вот этот недочет заранее поскольку ножи несколько ножи новенькие времени в обрез и приходится вот так вот балансировать между вами и работой следующая модель полностью металлия это имеет такую интересную клипс своеобразную топ-нот спейсер практически на половину даже больше задней части он из термопластика нож флиппер конечно же также со систем имеет интересную форму отличается полностью металлического исполнения в отличие от предыдущей модели здесь сразу бросается в глаза фреймлок также обратить внимание вот виднеется шайба из теропласта в разложенном состоянии она здесь присутствует ну и конечно же ассист который срабатывает как всегда на ура ну за счет геометрии клинка здесь у нас по обуху видите есть сужение потом утолщение буквально вот на чуть-чуть спуск идет но в целом толщина практически сохраняется до самого остря лишь за счет спуска идет превращается кончик что-то по типу ships with blade и такое конечно для этого ножа преимущество что им можно немножко до ковырять вот например по сравнению с этим здесь уже будет наверное трудновато на в остальном нож мне кажется увесить несмотря на то что он полностью из металла но опять таки мы его конечно же известен померяем и все это будет подробно в описании следующая модель брекет имеет очень интересную форму клинка такой прям топорик с выраженным целом под указательный палец есть насечки не только у оснований но и кострию и конечно же эта модель вызывает отдельного внимания спуске очень высокие практически от обуха и за счет того что он расширяет такие клинки называют как клево нак наев клевый наев вот по центровке все хорошо одна часть накладка из gt на другая часть полностью металлическая она же образует фреймлок нож с асистом по замку все хорошо клипсом очень глубокой посадки буквального так он виднеется из кармана не более того спейсер по задней части большую часть закрывает и вот как у многих ножей немножко утонут просвечивает в остальном нож конечно очень самобытный стать здесь 8 chrome 13 молекден ванади отличная нержавейка неплохой рез ну и относительно бюджетная следующая модель файба или как переводе означает насколько я помню волокно эта модель вот очень похоже по геометрии клинка с вот этой но рукоять из термопластика здесь у нас лайнер-лок шайбы из терапласта восьмом узле и тот же асист он живи флиппер он же и два шпинька под правую левую руку вот у меня также иногда возникает вопрос зачем делать и флиппер и два шпинька ну наверное это удобно тем кто не может открыть нож вот указательным пальцем например да то это легко приводить его разложено состояние через пенек здесь у нас вогнутые спуски где-то от середины клинка производится в китае ну для компании кершу это говорится не новость очень много позиций производится именно в китае спейсер на ту вторую лайнеры не без облегчения но они относительно тонкие в этой модели и спейсер же образует такое треугольные формы темлячное отверстие клипса аккуратно и ничего в ней интересного нету на двух торсах крепится и без реверса и последняя модель она из всех наверное самое интересное по исполнению это канон болт канон болт отдельно пока не забыл обращу внимание что вот корпус имеет и виде обработку очень устойчив к царапинам несмотря на то что он выполнен из нержавеющей стали клин здесь уже d2 по стране и конечно с предыдущими моделями здесь уже более интересная железка это по сути инструменталка американского происхождения но нож производится в китае и он прекрасно сведен тут точно не больше 0 5 миллиметров и для такой геометрии вообще нож очень интересно то его берешь он прям ложится хорошо в руку при этом он небольших и немалых размеров потому что вот эти вот они немножко такие зубочистки ну вот это конечно он своеобразно да по своему он уже интересно у нас его много раз уже купили а вот вот эта модель мне очень интересно она вот несмотря на то что металли она не сильно тяжело то есть есть здесь 100 грамм но я не думаю что больше 150 мы конечно взвесим все это на сайт зальем и посылки все будет доступно но вот у него все очень своеобразно этот нож абсолютно ни на что не похож есть не он здесь какие-то следы затяжки мощной но опять-таки он очень своеобразно даже вот исполнение спусков она вроде как высокая но обратите внимание как по обуху имеет такую угловатость что касается замка здесь фрейм блок не сильно тугой по центровке все хорошо что касается рукояти вот он здесь немножко такой зубастых до у основания есть насечки достаточно комфортный при этом есть возвышение если перейти на такой охват то также удобно во всего есть вот элемент вставки металлической есть придает это какую-то винтажность ножу при этом я повторюсь что он такой весь колючий при этом это колючий дает ухватитость а угловатость дает своеобразность его по дизайну исполнение и при этом еще такой не только глазу приятен но и руке вот мне этот нож понравился и ассист конечно же он покупает он балует после этого механизма ничего другого в руки брать не хочется а если хочется то чего-то не хватает по выбросу во севом видим безусловно подпружиненный механизм и еще шайбы из свет мета на этом пожалуй все ролик немножко затянулся но я надеюсь что он был информативный касаемо тех новинок которые мы сегодня показали конечно же промокод на скидку привяжем конечно же все это мы по характеристикам и по ттх озвучив уже непосредственно ссылки по описанию я всех благодарю и не прощаемся